Добрый день, друзья! Мы на канале по-русски для тех, кто изучает и любит русский язык. Наша грамматическая тема – множественное число. В русском языке большинство имён существительных при образовании множественного числа подчиняются правилам. Что это за правило? Рассмотрим их. Первое. Правило для существительных мужского рода. Если слово заканчивается одной из семи букв – Г, К, Х, Ж, Ч, Ш или Щ, то к слову нужно прибавить окончание – И. Например, враг – враги, завтрак – завтраки, нож – ножи, карандаш – карандаши. Второе. Если на конце слова буква – мягкий знак или И, краткое, то вместо этих букв во множественном числе нужно написать И. Третье. Если слово мужского рода заканчивается на какую-нибудь другую согласную букву, тогда к слову нужно прибавить окончание – И. театр, театр, театры, стол, столы, завод, заводы, магазин, магазины. Четвёртое. Четвёртое. Руки. Кожа. Кожа. Каша. Каши. Пятое правило для слов, оканчивающихся буквами А или Я. Вместо А во множественном числе необходимо написать И, а вместо Я – И. Примеры. Страна – страны, улица – улицы, дядя – дяди, тётя – тётинь. Шестое правило для слов среднего рода. Вместо последней буквы О нужно написать А, а вместо буквы Е написать Я. Например, яйцо – яйца. Кресло – кресло. Здание – здание. Море – моря. Последнее седьмое правило для слов среднего рода, оканчивающихся на МЯ. Вместо Я пишем Е НА. Например, имя – имена. Время – времена. Вот и все правила. Всё было бы совсем хорошо, если бы мы с вами изучали какой-нибудь другой язык. Но в русском языке никогда не бывает так просто. Помимо правил есть исключения. Посмотрим их. Некоторые слова при образовании множественного числа имеют окончание Я. Например, друг – друзья, брат – братья, сын – сыновья, муж – мужья, учитель – учителя, стул – стулья. А некоторые слова в качестве окончания имеют букву А. Глаз – глаза, дом – дома, город – города, вечер – вечера, голос – голоса, номер – номера, лес – леса. Теперь слова исключения. Теперь слова исключения женского рода. Их немного. Сестра. 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 Мать. Матери. Дочь. Дочь. Дочери. Теперь слова среднего рода. Я. Яблоко. Яблоко. Ухо. Уши. Дерево. Деревья. Есть два особенных слова в русском языке, которые при образовании множественного числа меняют кори. Это слова «человек», «люди» и ещё «ребёнок», «дети». Эти слова необходимо запомнить. Есть некоторые слова, которые вообще не имеют формы множественного числа и всегда бывают только в единственном числе. Это такие слова, как «молоко», «сахар», «пиво» и некоторые другие. Некоторые слова, наоборот, имеют только форму множественного числа и никогда не употребляются в единственном. Это такие слова, как «деньги», «очки», «брюки», «часы». Ну как, усвоили? Друзья, подпишитесь на наш канал, если вы этого ещё не сделали, и будем изучать русский язык вместе. До встречи!